Поэтому пока у нас нет вот этой конкретики, мы не можем говорить о том, что выставлены какие-то четкие условия. Но торг продолжается. В общем, эти люди удерживаются, и посредством этих людей они пытаются закрыть мир. Саляму алейкум. Тумсу, как относишься к рейдам Кадырова в Чечне из-за волка и надписи Борс? Ваалейкум ассалям. Это очередное, видимо, обострение. Я читал об этом на Адате. Но, видимо, теперь любые проявления ичтилизма, назовем это так, какие-то симпатии к нашей независимости, по всей видимости, они теперь снова вышли на первый план. Если до этого какие-то религиозные были темы, усы, сбриты, подвернутые штанины, сейчас снова, видимо, выходит вперед именно политическая тема, а не религиозная. Итак, начнем, наверное, с темы заложников, наших родственников, которых удерживает Кадыров в качестве заложников. Как вы знаете, на днях моих родственников заставили снять видеоролик, в котором они говорили, что вообще у них все прекрасно. Разумеется, ругали меня, хвалили Кадырова, рассказывали о том, как прекрасно жить сегодня в Чечне, и что они вообще счастливы, кому надо строиться дома, а во всем плохом, что происходит у нас в республике, виноваты правозащитники и вот такие, как я. Те, кого вы видели на этом ролике, это действительно мои родственники. Там было двое моих двоюродных дядей по линии отца. Один троюродный брат, тоже по линии отца, то есть сын одного из сидящих там моих двоюродных дядей. Он тоже присутствует на этом видео. И также двое моих родных дядей по линии матери, то есть это родные братья моей мамы. Так вот, один из этих моих дядей по линии матери, это тот человек, который по сегодняшний день находится в неволе. То есть он где-то сидит в одном из отделов, наверняка отделов полиции кадыровских, либо там где-то в подвале, я не знаю, где они его удерживают, но он не на свободе, не на воле. В отличие от остальных, то есть остальные присутствующие на этом видео, это те люди, которые были похищены в ночь на 22 декабря, и затем вот сразу, практически сразу, там через чуть более суток их продержали и отпустили. Вот это вот те люди, которые были в числе тех самых отпущенных. У них изъяли паспорта, у некоторых изъяли мобильные телефоны, но они как бы все находятся у себя дома в республике. И, конечно, нельзя считать людьми свободными. Понятно, что паспорта изъяты, это сделано для того, чтобы они не могли покинуть и республику, и страну. То есть они, конечно же, продолжают оставаться заложниками, но они, по крайней мере, находятся у себя дома, а не конкретно в плену. А вот один из моих дядей, родных братьев, моей матери, который на этом видео, вы можете его узнать, он заросший, то есть у него борода в жизни, он не носит бороду. Он заросший, он похудевший, явно нормально, его там не кормят. Так вот, я думал, надеялся на то, что как бы снимут этот ролик и человеку позволят вернуться домой. Да нет, его после этого, сразу же после этих съемок отвезли обратно и в неизвестном направлении куда-то, значит, скрыли. Поэтому из тех пяти человек, которые оставались в заложниках, а это конкретно моя двоюродная сестра Абдурахманов Тахмина, ее сын Абдурахманов Дени, мать моей жены Шаидова Рауза, сестра моей жены Асяят Айбазова и мой дядя по матери, тот, который присутствует на этом видео, Саламбек Хасаров, эти пять человек, они продолжают находиться где-то в каких-то тюрьмах, подвалах, не знаю где. Но на свободу их не отпустили, даже на какую-то условную, то есть так, чтобы можно было считать это домашним арестом, их не отпустили. Они до сих пор ими удерживаются в заложниках. Мне по различным каналам, не напрямую, естественно, не какими-то сообщениями в личку, а по различным каналам, через различных людей, мне передают различные условия, условия их якобы освобождения. Я должен где-то записать какой-то ролик с извинениями, я должен прекратить свою деятельность, я не должен критиковать этих или тех, я должен удалить канал и так далее. В общем, различные предложения мне поступают, но это не прямой какой-то разговор, то есть я не могу связать это точно с этими людьми, и сказать, что да, действительно, вот эти условия, возможно, они реально исходят от конкретно вот этих людей. Поэтому пока у нас нет вот этой конкретики, мы не можем говорить о том, что выставлены какие-то четкие условия. Но торг продолжается, в общем, эти люди удерживаются и посредством этих людей они пытаются закрыть мир. К сожалению, молчание от каких-то международных институтов этого мира, которые могли бы повлиять на эту ситуацию, оно сохраняется, ООН, Европарламент и прочие международные серьезные авторитетные институты на эту тему молчат, хотя они могли бы реально повлиять на эту ситуацию. Как вы видели, когда международные правозащитники, Amnesty International, Human Rights Watch, Мемориал, Гражданское Содействие и так далее, разные, в том числе и международные, они написали коллективное письмо на имя Путина, в этот же день была реакция и министр, Кадыровский министр по печати, информации, внешним связям, массам, коммуникациям, он записал целый ролик на эту тему, показал родственников Халитова, показал родственников Закаева, почему-то которых Закаева и не говорил о том, что их кто-то похищал в этот раз. Видимо, до кучи, просто чтобы сделать вид, что якобы никто не похищен. Ну то есть была реакция, письмо правозащитников Путину, моментальная реакция кадыровского министра. Соответственно, мы понимаем, что только так можно на это повлиять, и давить нужно на хозяина Кадырова, давить нужно на Путина, на Кремль, и это давление может сегодня как-то поспособствовать освобождению заложников наших родственников. Но, к сожалению, вот этого давления на Путина, на Кремль, этот мир сегодня не оказывает. И как будто бы и не замечают, что в настоящее время в Чечне проходит онлайн, можно сказать, проходит террористический акт. Там захватили заложников, и посредством этих заложников пытаются воздействовать на блогеров, на активистов. По этому поводу мы провели митинг 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы. Мы как раз требовали, чтобы Европарламент, Совет Европы и вообще международное сообщество, чтобы они как-то обратили на это внимание, на то, что происходит. Я выложу еще у себя в Патреоне фотографии, которые мы там сделали на этом митинге. Все никак не получалось, не находили руки. Но реакции какой-то на этот митинг пока еще не последовало. То есть мы пока этого не видим. Да, мы видим, что это освещается и в международной прессе, и во французской прессе в том числе. Этот митинг был освещен, но какой-то реакции от Совета Европы или от каких-то других европейских институтов власти мы пока не видим. Я надеюсь, что мы ее все-таки увидим, пока еще не начали открыто казнить наших родственников, по одному выводя их на площадь трех дураков по традиции, площадь дружбы народов, в народе более известна как площадь трех дорогов. И вот пока они не начали там выводить по одному этих наших родственников и прилюдно их казнить, я надеюсь, все-таки как-то политики европейские, международные как-то отреагируют все-таки на эту ситуацию и повлияют на Кадырова через Кремль, через его хозяев. Я призываю еще раз как-то отреагировать на эту ситуацию.